Всем привет! В этом видео мы затронем снова тему беженцев из Украины на территории ЕС. Не всей Европы, а именно ЕС. В частности, в Германии, может быть, в Польше. Я для сравнения вам только приведу парочку примеров. В Польше украинским беженцам, когда они туда в начале войны прибыли, им предоставили все социальные пособия, все социальные возможности сроком на полгода. То есть в течение полугода они имели полное право получать социальные пособия, они жили бесплатно в тех квартирах, которые им предоставили, они могли нигде не работать. Ну потому что, во-первых, любой человек понимает, что война в своей стране это горе, это беда, это сильнейшая психологическая травма для тех, кто вынужден покинуть по тем или иным причинам свой дом, оставить его и спасать свою семью в другой стране. Но через полгода польские власти сказали гражданам Украины, что если вы хотите дальше оставаться в Польше, к сожалению, вы обязаны начинать работу, вы обязаны доказывать, что вы не просто так едите польский хлеб. Очень многим людям это не понравилось, они просто-напросто решили перекинуться дальше. Дальше это куда? Естественно Германия. Что делается в Германии? Значит статус беженца от войны украинским гражданам выдается на два года. А теперь внимание. Государственные украинские каналы преподносят это несколько иначе. Они сейчас вам заливают в уши буквально следующее. Украинские власти добились от руководства ЕС, в частности от руководства Германии, того, чтобы украинским беженцам продлили срок вот этих вот беженцев от войны, срок пребывания на территории Германии еще на один год, то есть до конца 2024 года. Это все неправда. Они это рассказывают вам только для того, чтобы вы им верили и считали, что украинские власти заботятся о тех беженцах, которые покинули территорию Украины. Увы, но об этих беженцах уже украинские власти не заботятся. Поэтому я вам говорю, как оно есть на самом деле. Статус беженца украинские граждане, прибывшие на территорию Германии после регистрации получили сроком на два года. То есть сейчас прошел только один год. Второй год начинается и закончится в конце 2024 года. Что будет дальше? Одному Богу известно. Опять же, если верить некоторым немецким печатным изданиям и некоторым телеканалам, не буду говорить, каким телеканалам, с какой стороны, то согласно вот этим вот всем слухам, этим всем новостям, украинские военные уже стоят на подступах к Кремлю, а русские военные заканчивают шить белый флаг. Опять-таки, вы сами видите эту ситуацию, как там все разворачивается, как все это происходит. И верить тому, что пишут в газетах, я бы не стал, потому что вы, когда прочитали газету, вы знаете не то, что творится в мире, вы знаете только то, что творится в редакции этой газеты. Не забывайте об этом факте. Так вот, сейчас с ноября месяца этого года украинские беженцы, находящиеся на территории Германии, вынуждены принимать предложение государства на посещение бесплатных языковых курсов. По окончании этих языковых курсов им предоставляется возможность выбирать из предложений Арбайзанта ту или иную работу, которая им по душе. Можно даже пойти переучиваться. Маленький крючок в том, что если человек пойдет, к примеру, переучиваться на другую профессию, он автоматически, его статус беженца, его статус вот этого временного вида нажительства, продлевается на срок этого обучения по новой профессии. Мотайте себе на ус, граждане беженцы. Так вот, если, к примеру, граждане не хотят идти на ту работу, которую предоставляет Арбайзанта, один раз они отказались, им начинают срезать пособие. Я уже в одном из видео говорил, что пособие на одного беженца 506 евро срезают наполовину. Далее будут срезать совсем и эти граждане беженцы вынуждены будут бежать в какую-то другую страну, где им точно также бесплатно будут давать все пособия. Значит, у меня есть тут несколько чисто случайных знакомых, одно время приводивших детей ко мне на тренировки, и один мужчина там с Украины, они из Киева, он сразу, когда мы с ним встретились, когда знакомились, когда он приводил ребенка, позиционировал себя как очень крутой бывший военный разведчик, он знает обо всех все и вся, и, естественно, он сказал мне, как меня зовут. Я говорю, вы знаете, я прекрасно знаю, как меня зовут, вы не сделали никакого открытия. Он говорит, да, но я знаю, в каком спортклубе вы работаете. Я говорю, удивительно, это вы знаете только потому, что вам дали информацию о том, где можно заниматься вашим ребенком и что дальше. Так вот этот человек к такому виду, к такой категории людей относится больше половины тех украинских беженцев, о которых я вот говорю. Так вот этот человек позиционировал себя как бывший мэр Севастополя, встречавшийся когда-то с Путиным, здоровавшийся с ним за руку, и вот он мне вот все это так рассказывал, что Путин не тот человек, который отступится от своих целей. Думаю, ну бог с тобой, ради чего ты мне все это рассказываешь. И тут дальше вот как-то вот он переваливает все это в кучу малу. Его сын оказывается юрист, его сын приехал сюда, и он будет здесь работать юристом. Я говорю, простите, а как это будет здесь работать юристом? Это вот мы сейчас возвращаемся к теме того, что люди не захотят принимать предложения от Арбайзанта, а захотят идти по своей профессии. Ну, мой сын закончил двухгодичные курсы юриста, и теперь я говорю, стоп-стоп-стоп, у него нет никакого высшего юридического образования. Человек смотрит на меня и говорит, зачем ему высшее юридическое, если он закончил двухгодичные курсы юристов. Я ему отвечаю, вы знаете, говорю, тут несколько иные правила. Чтобы стать адвокатом или юристом, нужно закончить университет, юридический факультет. Помимо этого, если человек хочет стать адвокатом или прокурором, он обязан стажироваться в Лондоне. Я говорю, здесь все вот эти юристы, которые вот у нас в регионе работают, живут, трудятся, они стажировались в Лондоне. Я говорю, а как ваш сын будет здесь работать юристом, если он не имеет высшего образования? У него есть лицензия. Я говорю, какая лицензия? Ну, на Украине у него есть лицензия. Я говорю, отлично. У него есть международная лицензия, признанная здесь в Европе, или у него лицензия юриста, который отучился два года на адвоката и может в течение какого-то времени предоставлять интересы других людей в судах. У него лицензия, и он знает, как все это сделать. Ну, пожалуйста, без проблем. Если он знает, как все это сделать, вклад ему в руки транспарант на шею и довозглавит он колонну, идущую к светлому будущему, скажем так. Поэтому я говорю о том, что если украинские беженцы будут отказываться или артачиться по поводу предлагаемых им предложений по трудоустройству, им жестко уже будут срезать все пособия, им жестко будут говорить, в таком случае нам нечем вам помочь, если вы хотите, продавайте свою машину, поживите на эти деньги, которые вы выручите от продажи вашей машины, и только потом вы придете к нам становиться на социальную помощь, если ситуация у вас на территории страны не изменится в лучшую сторону. А как она может измениться в лучшую сторону, если, к примеру, вот смотрите, как в фильме «Слуга народа» убирают одних министров, коррупционеров с постов, на их место ставят других людей. Эти люди буквально через какое-то короткое время начинают воровать еще больше, чем те, которые были на них на этих постах. То же самое сейчас происходит на Украине. В одном уважаемом немецком издании, называется «Фокус Т. Онлайн», написали, что сейчас разразился опять сильнейший скандал в кругах администрации президента по вопросу, куда пропали 4,5 миллиона долларов тех денег и зарплат, которые были выделены на выплаты военным, сражающимся против армии России. Администрация президента не смогла дать никакого разумительного ответа. И это не единственный момент. Таких моментов, таких вот, как они говорят, клаузов очень и очень много во всех сферах жизни на Украине. И, к сожалению, я привык верить тем людям, которые приезжают сюда, допустим, по работе или еще как-нибудь. И они говорят вживую, они очевидцы тех событий, которые происходят там, на Украине. Вот один человек, приехав сюда на фуре, он рассказывал, что он до того, как сбежать оттуда, именно сбежать, он не хочет воевать, вполне понятно, зачем воевать, принимать участие, грубо говоря, в такой вот резне, где каждый за себя, не ты за страну, а именно каждый за себя, где бы хапнуть побольше, урвать получше. Он работал водителем автобуса. Так вот, автобус едет по мосту в Днепропетровске, автобус едет по мосту, подъезжает впереди БТР, подъезжает сзади БТР. Вам это ни на что не намекает, я сейчас вам проведу параллель и скажу. Подъезжает БТР и блокирует автобус, выходят военные из этих БТРов, заходят в автобус, выводят абсолютно всех мужчин в возрасте от 18 и до старческого преклонного возраста лет, всех мужчин в автозак увозят. И говорят, если вы не хотите остаться здесь навечно в этом автобусе, закрыли рот и вперед. Этот человек говорил, который жил там и сбежал оттуда, он рассказывал, как вербуют, как принудительно заставляют людей идти на эту войну. То есть люди не хотят идти воевать, но они вынуждены, потому что происходит такая вот ситуация. Этому человеку я верю. Я верю многим людям, которые приезжают сюда с Украины и рассказывают то, что они видели своими глазами, то, что они пережили. Они верят тем газетам, которые пишут всякую ерунду. А теперь проводим параллель. Автобус, два БТРа, военные патрули. В 30-е годы в Германии нацисты избавляют страну от зайцев в трамваях и в автобусах. Подъезжает один мотоцикл спереди трамвая, подъезжает другой мотоцикл спереди трамвая. Заходят патруль, гестапо, выводят всех безбилетников, ставят их перед трамваем и расстреливают. В течение двух месяцев по всей Германии вот так вот страна избавилась от зайцев, от безбилетников в трамваях и автобусах. То же самое, та же самая параллель с вот этим вот автобусом. Не единственный случай с этим автобусом и БТРами на Украине. Вот такие вот дела. Поэтому те люди, которые сбежали сюда и хотят как-то здесь устроиться жить, хотят построить здесь свое новое будущее, они обязаны интегрироваться в жизнь Германии. Потому что, как в поговорке, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так и здесь. Если вы приехали сюда и собираетесь здесь жить, вы обязаны чтить законы, уважать порядки и традиции той страны, в которой вы в данном момент находитесь. Все, что я хотел сказать сегодня, вот в этом маленьком коротком видео. С вами был я, Владимир Козарчук, автор канала All Dutchman. Не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Всем пока. Всем того же, что и вы мне пожелали, только в два раза больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok